Уже в понедельник пункта о миллиардном транше Киеву рассмотрит собрание совета директоров МВФ. И как стало сегодня известно, на этой встрече обсудят и просьбу Украины изменить график поступления траншей с учетом дальнейшего прогресса в украинских реформах. Ну а что взамен может предложить Украина? Среди прочего, пенсионная реформа и открытие рынка земли. Последнее требование беспокоит аграриев и фермеров. Они боятся, что отмена моратория на продажу сельхозучастков вынудит их просто-напросто закрыться. Какие шансы у принятия этого законопроекта в Верховной Раде? Или есть какие-то необходимые пути? Ведут ли в Украине в угоду МВФ рынок земли? Если да, то каким образом, как я уже говорил? Об этом мы спросили политологов. Політики этого решения не хотят принимать, потому что оно не популярное в общественном мире. И каждый, кто проголосует за это решение, потом заплатит за это своей поддержкой электоральной на выборах. И поэтому нашли, мне кажется, вот такой необходимый маневр. Подание до Конституционного суду. Нехай Конституционный суд принимает это решение и возьмет на себя всю политическую ответственность. А наши политики, как бы, залишатся в стороне и отримают кредиты от МВФ. Ось такая игра стоит, на самом деле, за этим поданием. В принципе, сьогодні, мне кажется, что Украина не готова до вольного рынка земли. Верегиднейше за все, что мораторий может быть изменен десь с травня по липень этого года. С БУК МВФ внунули даже заяву про то, что они согласятся, если это решение будет запущено. Не реализовано, но запущено. То есть, умовно говоря, самого подания в Конституционный суд. В меморандуме не продаж прописано, а прописано обе земли. Звичайно, что это первый крок для открытия рынка земли. У нас немає четко визначенного земельного кадастру. Неведомо, какие земли, кому належат. Немає четких зон. А все это створю, оскільки это створю правовую невизначенность, это створю хаос. И поэтому в таких умовах, так, из бухти-барахти, начинать запроваджувати ринок земли, это, ну, очень плохо может скончаться до страны. Я думаю, это такой элемент игры, такая форма компромиссов, або формула компромиссов между Украиной, Международным валютным фондом, между Украинским парламентом, который не даст такую сгоду на знание мораторий, для того, чтобы, и не бы поставить это вопрос на порядок денный, так, и не бы дать сгоду, тобто проимитировать взагалі цю операцію про продаж земли, про знание мораторий, но, фактически, оставить все, как есть, и отримать этот миллиард долларов, который Украина, многостраждальный миллиард долларов, который Украина никак не может отримать.